Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Рад приветствовать вас, друзья. Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа. Ранний вечер, 27 июля 2024 год. У нас район Малой Бухты. И идем смотреть, как отдыхают, как загорают, купаются люди на пляже Высокий берег в Малой Бухте. У нас один из корпусов санатория Русь. На набережной, смотрите, сколько много людей. Какой многолюдный спуск на пляж. Кстати, на этот пляж есть и второй спуск, более пологий, плюс там тенек. Так что вот по жаре, чтобы подниматься обратно с пляжа, рекомендую вот тот другой подъем, спуск-подъем. Там он более пологий и в теньке. Ну, а здесь, конечно же, можно спускаться в легкую, в том числе и по жаре. Сейчас уже солнышко клонится к закату. И нет такого натиска жары. Вода, смотрите, 25 градусов. На информере показывается воздух 28. Отличная погода для пляжного отдыха. В так называемую вторую смену. Сегодня у нас в Анапе введен запрет на использование надувных плавательных средств, потому что поднялся северный ветер и появилось отжимное течение, которое при таком ветре может достаточно быстро унести вот эти плавательные средства, в том числе и даже вот катамарану. Даже на катамаранах запрещено катание из-за этого отжимного ветра. На этом пляже, кстати, есть аренда лежаков, которые стоят 300 рублей. И есть туалет платный, который стоит 30 рублей. Так что этот пляж, он экономически повыгоднее, чем многие песчаные пляжи. С тем учетом, что на гаечных пляжах Анапы, на пляжах высокий берег Малой Бухте, это гаечный пляж, не бывает тины. И это очень хорошо, потому что вот песчаные пляжи Анапы, они сейчас страдают от избыточного количества тины. Поэтому многие люди приходят именно на гаечный пляж. Тем более на этом пляже, смотрите, какая мелкая галька. Видите? Небольшой прибой. Что касается разрешения или запрета купания, не видно ни запрещающего, ни разрешающего флага. И флаг медицинского поста, видите, как реет интенсивно. Отличные условия до заката, на закате. Отличные условия. Смотрите, сколько людей находится в море, купаются в море. И ни разу не торопятся выходить из воды. И ни жарко, ни холодно. Тогда, конечно же, отличное. По поводу беспилотников. В Каштарском крае, если кто-то еще не слышал об этой новости, на днях была очередная атака. Утром 23 июля 2024 года беспилотники атаковали паромное судно в порту Кавказ. От Кавказ до Анапы по прямой расстоянии примерно 72 километра. И в результате атаки было вокальное возгорание. Пострадали несколько человек. И в том числе один человек погиб. А еще несколько человек, что-то там порядка 4-х человек, были госпитализированы. Вот так. По поводу возможности долета до Анапы беспилотников. Вот именно, да, до пляжа территории. Что в этом году многих людей волнует. Ну вот смотрите, у нас уже конец июля. Вот видите, беспилотники не долетели. Именно до пляжа Анапы. Будем надеяться, что и не долетят. Ну, беспилотники, видите, они по статистике летят под покровом темноты. То есть, вот если они днем полетят, то они прям будут явно заметны, потому что они обладают относительно невысокой скоростью полета. Ну, а какие-то более быстрые ракеты, они по дальности не смогут долететь до Анапы из тех мест, из которых возможен их запуск. Так что будем надеяться на лучшее, конечно же. Но пока что именно до пляжных территорий Анапы еще ничего такого не долетало. И это очень хорошо. Смотрите, сколько людей много. сейчас находятся на пляже. Уже как бы вечереет прямо-таки около закатное время. Ну, люди, многие люди просто не торопятся уходить с пляжа. Несмотря на то, что вот ветерок северный прям поддувает, но он, наоборот, ветерок, он сдувает излишки жары. такой бризоподобный, слегка-слегка прохладненький ветерок. То есть он пляжный отдых ни разу не портит. сейчас пойдем посмотрим, что у нас происходит на соседнем пляже. Здесь у нас между двумя пляжами серф-станция, яхт-клуб. Видите, оборудование. Тоже небольшая такая пляжная территория, на которой находится действительно немного людей. Ну, видите, вот написано опасная техническая зона купания, размещения запрещено. Вот здесь дальше уже начинается благоустроенный пляж. Одно из преимуществ пляжей в районе высокого берега, то, что здесь есть защита от ветров северных направлений, как, допустим, сегодня. То есть так или иначе далеко не весь ветер напрямую дует и вот склонно высокого берега они естественным образом защищают пляжи от ветров северных направлений. Поэтому в то время, как на песчаных пляжах Анапы допустим летет песок и дует ветер и еще много тины, то здесь у нас на гаечно-каменистых пляжах ситуация гораздо лучше. Но единственное, то, что здесь небезопасно, видите, внизу на высоте где-то 2-3 метров мелководья торчат большие волны и здесь, видите, никакого забора нет. Это тоже как бы нехорошо, небезопасно. Железобетонный пляж, который таким получился из-за укрепления высокого берега, чтобы высокий берег не сползал под действием природных факторов. Именно вот благодаря укреплению, а не каким-то там эксклюзивным дизайнерским находкам, пляж у нас именно в таком железобетонном виде. Здесь у нас есть выделенные спуски лестницы, чтобы можно было прямо ни на что не отвлекаясь спускаться в горе по лестнице. Ну, безусловно, пляж оригинальный некоторым людям он категорически не нравится, другим людям он не нравится. в принципе, так-то достаточно удобно эти лестницы сделаны. но, конечно, нужна к этому пляжу определенная привычка. То есть, видите, много есть плоскостей, с которых, если быть неаккуратным, можно упасть прямо в море, в воду или на муководье. То есть, тут нужно управлять определенную сноровку. Зато на этот пляж ведет лифт. Вот видите, лифтовая и где-то на уровень пятого этажа туда вверх поднимается прямо на набережной лифт. Очень удобно. На этот пляж также ведет вот лестничный спуск, желтый флаг, купание разрешено. Вот смотрите, беседки здесь на этом пляже 2000 рублей стоит аренда. Беседки недешево, недешево, конечно, прямо по центру пляжи на ней расположены. Это нововведение этого года, в прошлом году. Таких беседок вроде бы здесь не было на этом пляже. Ну, лежать здесь стоит тоже порядка 300 рублей. Вот здесь, в центре, есть немного гальки, гальчной поверхности входа в море. Ну, в море. Ну, и вода, конечно же, здесь из-за прибоя мутноватая. То есть, вот сегодня прибой намутил воду, видите, нет прозрачности. Тины, конечно, нет, но прозрачности нет тоже. Ну, вот такое сегодня неспокойное, сбаламученное море. Ну, еще вы задаете вопросы по поводу медуз. Есть ли медузы? В такой мутной воде, конечно же, если они и есть, то их не видно. Ну, в общем, медуз нету. Не видно их. Закат, смотрите, какой сегодня красивый. С легкой облачностью. Ну, вот этот пляж наряду с пляжем Сухиберик-Малобухки это вот самые популярные пляжи в Анапе, в центре Анапы, именно в городе. Два самых популярных каменистых железобетонно- гаечных пляжа. И вот здесь, в конце железобетонного пляжа мы видим, что дальше идут уже дикие пляжи, без благоустройства, просто вот галечно-каменистые. И, видите, туда тоже приходят люди, отдыхают, там нет лежаков в аренду, нет кабинок для переодевания, нет точек по продаже мороженого. Вот такой полудикий пляж в центре курорта, считаете. Там дальше видна Лысая гора, вот Собцовские горы. И вот смотрите, здесь у нас какие склоны высокого берега. Здесь живут, кстати, голуби. Прямо стая голубей есть, если присмотреться, видите, они сидят между камнями на своих вот этих каменных жердочках. И отсюда, конечно же, могут падать камни, по крайней мере, небольшие камешки. И это может быть опасно, потому что чтобы доставить какую-то проблему достаточно небольшого камня. Так что будьте бдительны, и когда приходите отдыхать на подобные пляжи, не останавливайтесь на отдых прямо под склонами высокого берега. Там даже, видите, есть предупреждение. Самопроизвольный обвал камней и скальных пород. Проход запрещен, опасный для жизни. Так что, если вы решитесь, то ближе к воде старайтесь размещаться. Сегодня в телеграм-канале РЖД появилась новость, то, что теперь возможно приобретение билетов до Анапы с присадкой в одном поезде. Что это значит? Ну, это, допустим, если есть в принципе возможность доехать, скажем, из Москвы до Анапы, но нет билетов на конкретное место на все протяжение пути, то в таком случае можно сделать билет пересадкой. То есть, часть пути ехать в одном вагоне на одном месте, на одних местах, а вторую часть пути ехать в другом вагоне или в том же вагоне, но на других местах, в зависимости от того, какие были ранее куплены билеты. И в принципе это удобно, автоматика позволяет вот так вот высчитывать, когда есть простой мест и вот на всю поездку, допустим, нет одних и тех же мест, но есть места в разных вагонах и можно часть поездки проехать в одном вагоне, часть поездки можно провести в другом вагоне, но зато доехать до Анапы, ну там и обратно. Это будет вводиться постепенно, подробное описание новости я опубликовал в Телеграм-канале, так что кто еще не подписан на наш Телеграм-канал, подписывайтесь, там мы публикуем много интересных и полезных новостей, связанных с отдыхом в Анапе, связанных с пляжами в Анапе, и о большинстве новостей, подписавшись на наш Телеграм-канал, вы будете узнавать раньше, чем вы узнаете вот сейчас из обзора, который вы смотрите. также мы публикуем в Телеграм-канале красивые фотографии Анапы, закатов, в том числе, природы, побережья, ну и короткие видео с пляжей по состоянию там сколько тины, где шторм, где штиль, так что подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео, ссылка в прикрепленном сообщении, Телеграм-канал наш также называется Анапчане, так что можете в поиске в Телеграме набрать слово Анапчане и найти наш канал и подписаться на него. Вернулись с вами на пляж Высокий берег, с которого начинали обзор и смотрите, территория повышенной комфортности 1200 рублей стоит, ну здесь лежаки, там выделенный спуск к морю, но что-то видите уже закрыто, флоруги там не видно. И посмотрим сейчас правую сторону пляжа Высокий берег Малой бухти, смотрите здесь сколько тоже много людей, здесь и вот на железобетонном пляже видите, есть удобно в душике прямо на открытом воздухе возле моря, чтобы можно было выйти и обмыться. Ну кто-то на пляж прямо с собаками пришел, насколько я знаю, что в принципе запрещено на пляже приводить собак. Ну, не знаю, может быть по размеру есть ограничения только. Посмотрите, сейчас на закате сколько много людей упающихся в море прямо на закате. Вода теплая в море, торопиться некуда. И ветерок прямо-таки такое впечатление, что усиливается. вот здесь Малая бухта от ветра северного направления защищена похуже, чем железобетонный пляж. Сколько людей плещется в море на закате. Класс. Смотрите, сколько людей купаются в море. пока мы с вами посещали тот пляж, здесь вывесили красные флаги, но это видимо не потому, что резко стало, запрещено и очень опасно купаться в море, а видимо из того, что просто спасатели закончили свою рабочую смену. Но, как видите, на количестве купающихся людей в море вывешенный красный флаг никак не отразился. Ну, вот здесь, кстати, водичка не такая мутная, как на железобетонном пляже. Здесь, видите, много ряби от северного ветра, но дно все же просматривается. Да, вода не прямо не кристально прозрачная, но дно просматривается. И видите, вот эту рябь, вот северный ветер, ну, так называемое вот это все отжимное течение, просто вот здесь его прямо таки наглядно видно. Смотрите, ребята, какой сегодня красивый закат, кораблик проплывает, видите, сквозь солнце окажется нам с берега. Красота, вот люди выходят на морские прогулки, часовые, специально на закате, чтобы полюбоваться всей этой красотой черноморской. И вот здесь, на краю благоустроенного пляжа, высокий берег Малой Бухти, дальше, вот видите, мы видим такие огромные валуны, специально обозначающие край, чтобы мелкая галька туда дальше не взлопалась в море. И дальше мы видим то, что пляж узкий, снова еще один дикий пляж неблагоустроенный, здесь, в пределах Малой Бухты, тоже, видите, люди его посещают, потому что там нет никаких лежаков, никаких тентов, никаких кабинок для придевания, но тем не менее люди туда приходят и тоже отдыхают, загорают, купаются. Кому нравятся такие пляжи, кому нравятся другие пляжи. И вот в пределах ну там какие, в пределах 500 метров у нас четыре пляжа получаются в районе высокого берега, в районе Малой Бухты. И вот здесь у нас забор, калитка открыта, но опять же есть предупреждение, что граница пляжа опасна, проход запрещен, опять же большие волоны могут падать сверху, но по статистике это происходит, конечно же, при отсутствии людей, как правило, в межсезонье, но опасность есть всегда, то что если не какой-то там большой волон упадет, кстати, видите, вот эти волоны большие, откуда они прилетели, вот они вот оттуда сверху, видите, постепенно сползает высокий берег, вот такое большое предупреждение здесь есть, так что имейте ввиду, вот прямо вот под склонами не размещайтесь, потому что просто вот достаточно маленького камешка, вот уже вот такого камня достаточно, если он прилетит сверху, чтобы какие-нибудь причинить проблемы, добрый вечер, я вас увидел, замечательно, отлично, тысячу лет хотел увидеть, замечательно, как вам отдыхается здесь, расскажите, мы уже 4 дня здесь приехали с Питера, так, отлично, идеально, вы посещаете именно вот эти пляжи, да? Да, ну тут грязно, согласитесь. Мы на центральном пляже, там, мы в санатории, мотылек, вот там зелень такая, что невозможно. и вы оттуда выходите сюда? Да, да, потому что здесь же принципиально нет тины, правильно? Да, здесь нет тины, здесь идеальная вода, вообще отдых замечательный, вообще, я говорю, отлично, погодка, чисто, чистота и еда. То есть, вы еще и другие пляжи посещаете, да? Да, вот хочу поехать. Вутришь. Вутришь. Хорошо, да. На Киперисовых рейхотерах были, там тоже отлично, море, также народу. Вот, который раз уже приезжаете в Анапу? Я лично пятый год, жена четвертый. А добирались в этом году на поезде, да? Что там с билетами, расскажите? С билетами только за 90 дней, только открывается эта самая продажа, в 8 утра открывается продажа, буквально за полчаса билетов почти нет уже. Вот. Но я успел взять. То есть, нужно быть проворными, чтобы приобрести билеты? Да, на чьему постоянно. Только это самое, я говорю, только появилось окошечко, сразу нужно. Надо брать. Зато приобрел билеты, уже большая радость, Все, конечно. Говорю, три месяца назад, да, как приобрел, все, я уже в Анапе знаю, как говорится. Как вам в этом году цены в Анапе по сравнению с предыдущим годом? Сказать честно, не очень так это самое, выросли, ну, вроде бы, нет, на рынок я ходила. Ну, то есть, все приемлемо, да, то есть, нет каких-то прямо таких взлетевших цен, да? Облачных цен нет, Просто повысившиеся. Чуть-чуть повысили, да. Так же, как, в принципе, и билеты на поезд, да, между дорожек. Билеты на поезд, что в прошлом году были 6500 с Питера, с Питера до Анапы, 6550, так же и в этом году, вот, все одинаково. Ну, хорошо. Мы обычно на самолетах летали, но сейчас из СВО, как говорится. Ну, спасибо вам за рады вас видеть, за отзыв. Ну, вот видите, люди остановились на отдых ближе к Песчаному, центральному пляжу, вот, ввиду того, что там много, тины, которая уже начала там подгнивать и зеленой превращаться в черную, приходят принципиально вот сюда, на галечные пляжи, там, где тины не бывает. У нас здесь тина на галечных пляжах, почему ее не бывает? Потому что она не выдерживает конкуренции с другими водорослями. И это очень хорошо, то, что тина не на всех пляжах Анапы, только на некоторых. Видите, здесь какие узкие проходы. И, кстати, на днях еще была новость, то, что в окрестностях Анапы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. его успешно саперы деактивировали, уничтожили так называемым накладным зарядом. так что опасности этот снаряд уже больше никому не предоставит. Вот, видите, дикий пляж. считайте, у нас это центр курорта, гаечный, гаечная часть центра курорта, и вот такой прямо дикий пляж, где нет в аренду лежаков. Нет, конечно, других благоустройств, но тем не менее. Зато смотрите, мы сюда с вами пришли, и здесь вода в море еще чище, еще прозрачнее, чем на благоустройном пляже высокий берег Малой Бухте. То есть, какая мутная вода была на жезобетонном пляже, какая прозрачная вода здесь. Так что, ребята и девчата, кому хочется найти водичку в море почище, получше, ищите, и желаю вам на отдыхе в Ванапе каждый день находить чистое море, в котором можно приятно купаться, приятно проводить свой отдых. Вот, друзья, такие у нас в Ванапе новости. Ставьте лайк этому видео, кто впервые на канале смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронем в сегодняшнем обзоре. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании к этому видео, прикрепленном сообщении. Желаю всем добра, желаю всем мира. С вами Максим. Все. Покедова, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok